Итак, привет народ! Ну, у меня две новости. Одна хорошая, ну и вторая тоже хорошая. Ну, одна хорошая заключается в том, что все-таки я вроде бы как нашел общий язык с камерой, то есть в каком режиме у меня все будет нормально сниматься, без всяких там потерь автофокуса. Ну и вторая причина, это вот она. Скажем так, вторая хорошая новость. Маленькая, вот стала я посылку с этими, что делать, думаешь, они не нас стоят? Нет. А давайте? Нет, все. Наша, дев, что было у тебя на посылку? Блан? Это не план. Это не план. С посылкой, потому что включена. На кладину отбиваешь клиенту, это плачет. Вот так вот давай. Примерно. О! Эта посылочка из США. Эйчпро инкорпорейтер. Посылочка от Бена. Просил я Бена, чтобы запаковали все нормально. Чтобы все доехало. Ну и вот, довольно-таки ничего запаковано вроде как все. И так мы имеем карбид кремния. Два пакетика для притира камешков. Один пакетик я заказал себе, второй товарищу. Потом камешки, абразива. И бланки. Бланки алюминиевые. Ну, я что-то думал, что бланки будут по лучшему качеству. По 5 баксов. За такие бланки немножко дороговато, как по мне. Много-много бланков. Я даже не знаю, ну, очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять бланков. 5 бланков моих и 5 бланков товарища моего. Дальше камешки. Абразивы я заказывал отдельно. 600-ый. 1000-ый. 400-ый. Дальше алмаз. Супер-файн. И дальше алмаз. Файновый. Камни алмазные действительно такие злые. Что тот, что тот. Ну, в принципе, как бы я с Беном переписывался, то он объяснял, что действительно, ребята, не портите камни сталью. Потому как это немножко не то. Ну и дальше. Дальше у нас, за что я переживал больше всего, это вот за вот эту вот историю, что ее сломают. Нет, все нормально. Мусатик целенький. Просил запаковать Бена Мусат, потому как... Потому как неоднократно слышал, что не доезжает Мусат в целом. Ну и вот, сама, стало быть, четвертый кит. Это, скажем так, самая максимальная комплектация, которая возможна. Ну, что могу сказать. Сразу могу сказать, что сумочка действительно так. Ну, по сравнению с китайской, материал чуть-чуть получше. Ну и так она немножко поаккуратнее даже сделана, вроде как. Посмотрим, что идет в максимальной комплектации. 120-й камешек. 400-й. 600-й. И два алюминиевых бланка. То есть, они двойные, они просто. Вот, допустим, вот эти тоненькие. То это, я так понимаю, бланки под вот эти ленточки. Дальше у нас идет инструкция. Что-то, куда пользоваться. Ну и диск. Автограф. Ну, как это показать? Сейчас покажу. Автограф имеется, в общем. Бена. Ну, вот он там. Как бы, не знаю, видно будет, его не видно. Ну, вот он есть. Короче, автограф нам не суть важен. Ну, присосочки здесь действительно, как бы, посимпатичнее будут. Пластмасс. Ну, я не знаю, ощущения от пластмасса... Не могу сказать. Так сразу, поскольку, достану китайскую точилку. Посмотрим, что мы имеем. Ну, как бы, честно сказать, разница невелика. То есть, действительно, что здесь пластмасс так, скажем так, давайте я все-таки камеру возьму и покажу то, что я вижу глазами, чтобы это не было голословно. Как мы видим на китайской точилке, белая ручка, думаю, будет хорошим указателем. Вот эти вот, знаете, от стыков, когда пластмасс остывал, то он стянулся в этом месте. То, то же самое мы видим, эти же стыки мы видим, вот они видны здесь. То есть, раз, два, три, четыре, пять, я все их вижу. Дальше. Китайцы четко все скопировали. То есть, один в один. По точилке. Ну, если бы я купил оригинальный Apex, точно так же я бы убирал углы. Вот эти, потому как и здесь они тоже точно так же были. И точно так же они мне мешали, я их убрал. Что мне еще, скажем так. Вот разницу, какую я вижу, то у H-Pro вот эта вот пластинка, она потоньше, чем у китайцев. Не знаю, из каких соображений. Но я буду точить на той и на той точилке, скажем так. Ну, на своей-то я уже точил. Просто, что хочу сказать, что буду еще точить на Apex. С этой стороны, ну, у нас то же самое. Все почти идентично, разницы я не вижу. То есть, кардинально, за что здесь реально переплачивать деньги. Ну, реально я не вижу, ребята, честное слово. То есть, вот если взять две точилки и сказать, что это стоит 245 долларов, а это стоит 36 долларов. Ну да, здесь цена абразива. Абразивы действительно, у нас действительно борит, или барает, кто как их называет, то абразивы здесь действительно на уровне. То есть, камешек ровненький, все идеально. Ну, китайцы, конечно, здесь ровнять без толку. Разницы, ну, вообще, это небо и земля. Ну, хотя, с другой стороны, если обратить внимание на толщину, здесь самого камешка, взять даже тот же китайский камешек. По китайский камешек, сейчас я достану его. Китайский камешек будет реально потолще. То есть, реально он реально толще. Давайте вот так вот сделаем. То есть, он конкретно почти в два раза толще. Я не знаю, как вырабатываются оригинальные камни, но они очень тоненькие. Здесь у нас 3,5, не, 3,2 миллиметра. То есть, в принципе, 3,2 миллиметра. Китайский камешек у нас имеет 4,2, ровно на миллиметр. Это даже 4,4,5 даже. Вот так вот. 4,5. То есть, реально китайские камешки толще, но они реально уже. То есть, вот, если беру я... Давайте вот здесь снизу покажу. То есть, вот реально он насколько уже. Ну и вот, что у нас получится. То есть, я сейчас это все хозяйство посажу на клей. Я специально брал отдельно абразивы, отдельно брал плашки алюминиевые. Потому как, получается, 16 долларов это все вместе стоит, да? И 12 долларов, или даже 11 долларов стоит отдельно. То есть, это 5, и это 5, по-моему. Даже 10 тогда получается. Или это все-таки нет. Все-таки камешки 6 долларов, а абразивы 5. 11 долларов все вместе получается. И 16, просто вот уже они наклеены точно так же. Ну, в принципе, я точно так же это все красиво сейчас наклею на клей. Сэкономлю немалое количество денег себе. Все, сейчас буду клеить. Ну и потом обсудим дальше эти моменты. То есть, сделаю я, скажем так, детально. Что, как, почем, зачем, что мне понравилось, что не понравилось. Обсудим вот этот узел, как он работает. Плюсы, минусы, ну и все остальное. То есть, как бы, пока. Пока, пока все. Пока разберусь сейчас с абразивами, наклею камни на бланке. Посмотрю, что к чему. Сравню углы, зазоры и все остальное. Пока все. Пока, пока.